Так, чуть-чуть вправо-влево, то он уже будет там звук. Я пока выключаю, на себя постучу. Доброе утро всем дорогим нашим радиослушателям. Кто только что подключился, а кто с нами... А может быть, кто-то слушает нас круглосуточно. Первые минуты. Да. Это Казак ФМ, это Алло Село, это утреннее шоу. Мы сегодня говорим о той теме, а кто это говорит? Анастасия Здаревская, Андрей Мартынюк, которая звучит как «Я никогда не». Но нам хочется из разряда «Я никогда не» перейти в разряд... Я всегда за! Да, я уже, да. То есть у каждого из нас есть те или иные свои желания, мечты, которые... Ну, там, Казак думкой богатеет, но настало время их исполнять. А третий час у нас славится тем, что к нам приходят гости. Которые нам помогают в этом деле, да. Да, рассказывают что-то, открывают новое, поддерживают, подбадривают. И сегодня именно тот самый день, когда к нам пришла замечательная гость. Очень красивая женщина. Да, именно она и расскажет, как не бояться приступить к новому. И, в общем, все вот эти вещи, которые вас волнуют, вы можете задать в вопросах и на столе. Я с радостью представляю семейного психолога Эльвиру Юрьевну Емельянчикову. Это семейный психолог, системный терапевт, аккредитованный супервизор, член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Вот так вот. Здравствуйте. Доброе утро. Как ваше настроение? Вы у нас не впервые, да? Уже как дома. Да, я уже несколько раз была на ваших прямых эфирах. И надо сказать, что ваша передача, она очень популярная, многие её слушают. И, как правильно сказали, у многих это просто фоном идёт. Круглосуточно люди слушают вас. Спасибо вам огромное за вашу работу. Ой, спасибо вам и нашим радиослушателям, и нашим гостям, потому что если бы не вы, то куда бы мы без вас, да? Вот для этого и работаем. Эльвира Юрьевна, вот перед тем, как мы расскажем, как с точки зрения науки, психологии можно пойти туда, к исполнению своих целей, всё-таки первый вопрос, как определить, как почувствовать свои желания? Что я действительно хочу, а может быть, что-то навязано обществом, и это такая шелуха, которая нам не нужна. Что вы об этом думаете? Ну, тут спорный такой вопрос. Очень сложно бывает определить, где мои истинные желания, а где навязаны обществом, или от нас кто-то что-то ждёт. Особенно так бывает. Я работаю как системный семейный терапевт, рассматриваем семью как систему, и часто бывает, что родители нас наделяют какими-то своими желаниями, своими непрожитыми уроками. Допустим, кто-то хотел танцевать, мама думает, вот, определю дочку на танцы. И она идёт танцевать, и она там силой, и она сопротивляется понимать, что не её. И она спрашивает, что ты хочешь на самом деле, доченька? А я хочу петь. Ну, как же так? У нас все танцевали, или я, допустим, хотела танцевать, теперь ты не танцуешь, что же делать? Да, вот это сопротивление, которое бывает внутри личностной, внутри семейной, его приходится преодолевать, очень сложно определить. Но в любом случае вы можете определить так. Вы не можете это не делать, тогда это точно ваше. Вот я просыпаюсь с утра, я не могу не петь, значит, петь это моё. Я не могу не рисовать, значит, рисовать это моё. Я не могу не писать, значит, писать это моё. Всегда мы так должны это отслеживать. Тогда это истинно наше желание. А не то желание, или не то, что от нас ждут окружающие, наша семья. Или часто бывает, допустим, та же девочка, да, говорит, точнее, мама хочет, чтобы она танцевала, она говорит, а я хочу скалолазанием заниматься. Это же не женское дело, да? Или наоборот, мальчики, да, вот, а вот хочу, там, не знаю, бисером вышивать. Почему нет? Ну, красиво всякие делают. Или из стекла, да, фигурки. Кто-то может сказать, да, это несерьёзно. Что это такое за увлечение, да? Вот тут как быть? Ну, в любом случае, мы с вами должны понимать, что есть взрослая и детская позиция. Когда мы не можем противостоять, когда кто-то нам навязывает свою волю, и мы не можем сказать, нет, я это делать не буду, то тогда мы ещё находимся либо в зависимости, ну, по возрасту, да, мы ребёнок, подросток, или ещё молодой человек, молодая девушка, которая живёт с родителями, и тогда они несут ответственность за её жизнь и рекомендуют ей чем-то заниматься. Настоятельно иногда. Да, да, это безусловно. Как интересно вы, рекомендуют. Да, я рекомендую, да, мягко говоря, да. А когда уже человек взрослый, он понимает, что да, я хочу, и я буду, и я сделаю, я буду пробовать. Ну, а когда возникают некоторые страхи, то с этими запросами приходит психолог, и мы разбираемся, как идти дальше. И вот удивительный был случай, у меня недавно, хочу поделиться, молодой человек пришёл, сказал, я, вы знаете, поступил в ВУЗ, поступил в ВУЗ, обрадовался, пришёл домой, говорю, я поступил в ВУЗ. Ну, на самом деле, мои родители хотели, чтобы я поступал совершенно в другой ВУЗ. Пришёл и об этом папе сказал, папа, я поступил в ВУЗ. Молодец, очень хорошо, ты поступил в ВУЗ, мы так же ждали, что ты поступишь именно в этот ВУЗ. Он говорит, пап, ты знаешь, я поступил в другой ВУЗ. Да как же так? И тут папа говорит, как, как ты узнал об этом? Вот о чём? О том, что я поступил точно так же. Я поступил в другой ВУЗ, и об этом никому не сказал. Так тоже бывает, на это нужна некоторая смелость, и здесь работает так называемая трансгенерационная передача в нашем подходе в системной семейной терапии, это так именно называется, когда происходит что-то, что происходило у нас раньше, в нашей системе, у родителей, у бабушек, у дедушек. И когда создается некое напряжение, вот папа жил и думал, я об этом не скажу сыну, что я так поступил, и он так не поступит, а он поступил именно так, да, это удивительно. Как-то это всё по-другому работает. Да, вот чего боялся, то и произошло. Поэтому, конечно, мы рекомендуем об этом сказать, чтобы снять вот это напряжение, напряжение в системе, потому что система, она это напряжение чувствует, и тогда нам приходится проходить вот эти родительские уроки. Хотим мы этого, или не, чтобы родитель почувствовал, что тогда почувствовал его родитель. Вот так бывает. А скажите, вот какие чаще всего сложности, психологические барьеры, да, испытывает человек перед началом нового? Вот что это? Откуда ноги растут, как говорится? Лень, либо что-то другое? Ну, когда у него лень, он даже не задумывается, надо ему это делать или не надо. Всегда, если есть какое-то хоть мизерное желание, вот я хочу это сделать, ну, допустим, боюсь. И тогда мы, или не делаю почему-то, тогда мы на сессиях разбираем поэтапно, да, то есть всегда вот за этой тревожностью скрываются несколько страхов, и мы должны точно назвать их по имени. Страх чего? Что тебе мешает это сделать? Страх общественного мнения, страх осуждения, что скажут? Страх мечтать, да, вот некоторые люди просто боятся. Очень много страхов, мы раскладываем их по полочкам, и с каждым страхом мы тогда, значит, прорабатываем. Или ещё есть другой подход, когда мы представляем некую точку А, в которой сейчас находится человек, он говорит, я хочу вот это сделать, я никогда не пробовал, и я хочу, но не делаю, но боюсь. И тогда я задаю вопрос, а что будет, когда вы достигнете этого, да, какова точка Б, и что вы там будете чувствовать? Ну, тогда я обрету полную уверенность в себе, кому-то утру нос вот этим своим поступком, да. Открываются, да, подноготные. Да, и это тоже является мотивацией. Очень крутая, классная мотивация, которая всегда 100% работает, и надо это учитывать, надо это использовать, что я хочу сделать то, что когда-то не сделал, хочу посоперничать с кем-то. Это всегда работает, и это всегда даёт классный результат. Делайте это. Супер, супер. А вообще такой момент можно разделить на несколько вещей, да, потому что это ощущение предвкушения, да. А ведь это же, по-моему, иногда даже слаще, чем достижение самой цели. Вот как казак думкой богатеть. Я каждый день думаю, представляю, что я мечтаю, и вот не делаю, я не, но потому что для меня уже сейчас это хорошо, да. И мне иногда бывает там, сделай это из разряда ожидания реальность, когда ты пришёл к цели, а она не такая сладкая, как тебе казалось. Ну вот хотелось бы. Вот что вы по этому поводу думаете? Всё-таки, что важнее, путь, либо сама цель, ну вот там, нахождение уже в точке? Я предлагаю вопрос на этот ответ, ответ на этот вопрос получите за эфиром, потому что сейчас у нас будет небольшая рекламная пауза, а мы продолжаем общаться с нашими гостями в видеотрансляции, поэтому кому интересно, для кого это тоже важно, подключайтесь, смотрите нас, слушайте, и услышимся буквально через пару минут. Продолжаем. Прослушаем, да? Тогда, значит, как можно ответить на этот вопрос? Вот эти вопросы. Да, вот смотрите, что для психического, психологического здоровья человека лучше? Всё-таки ощущение, ну то есть, это же тоже, вот мы говорим о пути, о цели, да, либо о пути, либо о цели, о предвкушении, либо о точке, да. Ну вот процесс, либо уже достижение этого процесса, что лучше, и вот об этом, если мы поговорим. То есть, всё важно, и в процессе быть интересно, и достичь какого-то результата, и тогда я задаю вопрос, а как вы узнаете, по каким критериям вы узнаете, что вы уже достигли результата? И обычно этот вопрос даже ставит тупик, ну как я узнаю, интересно, как я узнаю, ну тогда я там приобрету известность, популярность, заработаю какую-то сумму, родственники скажут, ну вот теперь ты молодец, теперь мы видим, что не зря потрачены там время, деньги, усилия, вот ты достиг. То есть, нужно в таких случаях очень важно получить некую оценку, да, поощрение, то есть, иногда человек просто обесценен, чтобы кому-то что-то доказать, ему приходится проделать вот этот длинный путь, чтобы куда-то там прийти в какую-то точку. Ну и процесс тоже бывает захватывающий, интересный, да, и когда я начинала заниматься только психологией, всегда, знаете, некоторые говорят, ну ты работаешь, а какой результат? Я говорю, всё в процессе. Как всё в процессе? В психологии всё в процессе, да, всё в процессе, да, есть, допустим, разные пути, да, есть разные, допустим, модальности в психоаналитическом подходе, люди годами, десятилетиями ходят в психоанализ, и всё в процессе. То есть, в процессе есть результат, да, вот точка момента, когда ты приходишь, и здесь уже у тебя какие-то изменения, и это и процесс, и результат. Она же как цепляется одно за другим. Интересно, интересно у вас работа. И ты такой, ой, всё, и в бесконечном работе. Интересно, что люди, которые в процессе, они бывают, минуют какие-то, знаете, травматичные шаги, и в этом плане им вот этот процесс помогает просто не совершать ошибок. Некоторые говорят, если бы я к вам не ходила, я бы уже, о, куда понесло. Ну, я уже в рамках психотерапии, я уже это не делала. Есть тот человек, который подруливает. Да, да, да. Мы разобьём на два выхода, или до сорока мы одним выходом. Я думаю, что давай на два выхода разобьём будет. Ну да, да, да. Да, да. Пол минуты. Я думаю, что мы можем сейчас поговорить о таких каких-то практических шагах, как нам будет простым людям, вот что нужно сделать для того, чтобы пойти к той цели, которую мы себе поставили. Потому что мы где-то что-то слышали, или где-то кто-то нам что-то советует. А что говорит об этом наука? Удивительно, что мы слушаем, как говорит наука, и тут всё индивидуально. Ну, тут оно тоже интересно. Да, там эти версии разные. Именно ваша версия, потому что понятно, что это человек, у которого есть определённый житейский, профессиональный опыт, это важно. С нашей программой великолепно начинается... Алло, село! Доброе утро! Синхронно, как мы говорим. Это Казак ФМ, это утреннее шоу Алло, село. И тот самый счастливый час, где к нам в гости приходят люди. Эксперты в своей деятельности, люди, которым можно доверять, которым можно прислушаться. Сегодня у нас в гостях Эльвира Юрьевна Емельянчикова, семейный психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги. И список того, чего вы достигли, Эльвира Юрьевна, можно продолжать очень долго. Мы сегодня говорим о том... Как начинать новое, как не бояться, как преодолеть какие-то внутренние барьеры. И вот у вас тоже большой такой путь вашего опыта. Как вы не боялись, как вы шли дальше? Есть ли какие-то практические рекомендации к тем, кто вот... Я никогда не, и список там огромный. Как его сократить? Очень хороший вопрос. Смотрите, на эту тему я даже создала некий тренинг, интерактив, чтобы заниматься этим. И мы проводим онлайн, оффлайн. Обычно, если мы чего-то хотим и не делаем, то есть какие-то внутренние либо внешние запреты, которые мешают нам. Есть какой-то внутренний критик, который сидит и постоянно говорит, ой, туда не ходи. А у тебя уже есть опыт. А может быть, даже два критика. Несколько, да. У них там диалоги постоянно. Диалоги, голосов. Все верно. И тогда мы выясняем, кто на самом деле был внешним критиком, кто вам это запретил. Иногда говорят, я вот никогда не буду выходить на сцену, я не владею там сценической речью. Или я тогда спрашиваю, а у вас был какой-то опыт? Да, вот в пятом классе я выходила с докладом, или там в десятом классе я делала какой-то там реферат, и что-то сказала, все засмеялись. Это уже является неким триггером, и после этого человек решает, а психика наша сохранна. Она говорит, все, больше туда не ходи, засмеют. Там провал. То есть, и вот с этим моментом мы начинаем работать. То есть, нужно туда погружаться. Есть в технологии EMDR или ДПДГ-терапия. То есть, разные методики есть, чтобы вот от этого избавиться. А в любом случае, мы находим некого адвоката, который выходит и защищает. Кто тут не справился с докладом? А ну-ка, все внимание на него, да, он молодец, он сам написал, сейчас как выступит. И у человека получается такое, знаете, некое облегчение. Есть кто-то, кто его поддержал. Потому что в той ситуации, когда он получил этот некий, ну, триггер, вот эту вот ситуацию, он был в провале, он был в проигрыше. Никто не поддержал, иногда даже некому было рассказать, ну, неудобно. А сейчас, когда мы проиграли эту ситуацию как бы в такой легкой, медитативной форме, он понимает, что да, я смогу, меня защитят, и мы даем установку, когда вы идете впервые или еще повторно делать какое-то действие, на которое вы направили все свои силы, представляете этого защитника. Да, этот внутренний критик, он тоже важен, он говорит, ну, ты боишься выступать, ну, каблучки не надевай, в кроссовочках выходи, точно не упадешь, не споткнешься. И критик говорит, ну, да, хорошо, так пойдет. А адвокат сидит как будто в первом ряду, я рекомендую представлять, он говорит, все получится, я смотрю на тебя. Да, Вася, да. Да, 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 папа тут все решит, да. И иногда люди представляют даже в этом состоянии медитативном какую-то реальную фигуру, папа, мама, адвокат, или какой-то собирательный образ, и становится легче. И тогда, как ни странно, волшебным образом это работает. Кто хочет, может проверить, кто сомневается, приходите ко мне на тренинг. У меня скрытая реклама, да. Да, нам всегда как будто бы нужна поддержка, да, вот, извне, но как будто бы важно иметь опору и внутри, да, чтобы, ну, все время искать, на кого опереться. Ну, я имею в виду не представление, да, потому что это хорошая практика. Я там, ну, вот пойду, спрошу у мамы, у папы, у мужа, вот если они скажут, ну, вот это, да, опора какая-то на внешние факторы. Самое, наверное, все-таки важное, это вот с внутренней опорой поработать для того, чтобы ты сам к себе мог обратиться и задать самому себе вопросы, да, вот, а я, вот, если боюсь, то чего, как, куда, то есть вот это вот внутренний диалог, это, наверное, самое тоже такое важное. Когда ты только сам можешь осознать всю эту историю. Вот, кстати, по поводу ошибок сына, вот того самого опыта. Гений парадоксов друг, да? Да, да, да. Как относиться к ошибкам в своей жизни? Они нужны, они есть. Это опыт. Да, это опыт. То есть ошибки мы заменяем на слово опыт и все становится понятно. То есть вот, как моя теща говорила, что есть приятный опыт, а есть полезный. И только с этой точки зрения нужно идти вперед. Как все-таки, если ты там наломал каких-то ошибок и там себя коришь, вылезти опять же через внутреннего адвоката? Можно еще другим способом попробовать представлять, что ты получил некий опыт и он для тебя бесценен. И самое важное, научиться не сравнивать себя с другими, потому что мы всегда будем проигрывать. Нужно научиться себя сравнивать нынешнего с собой предыдущим. Вот в этом году я такая, а в прошлом году я даже этого не умела, не знала, не делала. А в этом году, ух ты, как я продвинулась. Перешагнула через эту ошибку и иду дальше. Мне все по плечу. То есть вот с такой вот направленностью мы стараемся работать. Это больше как коучинговый подход, но он тоже очень хорошо работает. Как будто бы вот со своими ошибками, ну мы как-то еще можем договариваться, да? Ну, найти какое-то оправдание. А вот в отношениях родителей и детей. Вот дети часто могут совершать какие-то ошибки, естественно, черпают опыт. И не всегда родители сдержаны, хотя сами это сто раз проходили, сами были такими, но вот не видят почему-то вот вот этой возможности, да, увидеть в ошибках опыт и как бы деткам иногда достается. Вот сейчас мы узнаем, что на этот счет думает наша гостья за эфиром нашей видеотрансляции, потому что прервемся. Подписывайтесь к нам в ВК-трансляция, ну и пишите свои вопросы 861-205-55-67. Да, как вот здесь тоже родителям, потому что сейчас период лета, скоро учеба, новый курс, у кого-то новое поступление и будет ошибок там. Ой, мама не горюй. Ну, надо сказать, что сейчас родители, они более осознанные, начитанные, увлекаются психологией. И я рада, наверное, повторить всем, ну, наверное, все уже в курсе, что этот год объявлен годом семьи. Да, абсолютно верно. И мы трансфируем истинно наши ценности, да, и тут вопрос сохранения иерархии, ну, послушания и всего остального. Ну, и уважение, да, то есть нужно понимать, что ребенок такая же личность, но без опыта, да, зависимый от нас. И тогда родители, они могут, конечно, как-то рассказывать о своем опыте, даже должны делиться, да. Но иногда ребенок, он даже не осознает своих эмоций, в чем разница, да. Иногда ребенок злится, обижается, и в этот момент что мы можем сделать? Мы можем поговорить о чувствах, сказать, я знаю, что ты сейчас чувствуешь, мне показалось, что ты расстроен. У меня тоже такие бывали ситуации, допустим, в школе или в институте. То есть нужно как будто присоединиться к происходящим, но не навязчиво. То есть разделить вот этот опыт, попереживать вместе со своим ребенком и идти дальше. Иногда даже бывает так, что в некоторых семьях стараются сохранять вот такую вот, знаете, видимость по кости, у нас все хорошо. И ребенок в этой среде растет, и когда он выходит в реальную жизнь, он понимает, что там по-другому, а как с этим справиться, он не знает. Поэтому если иногда у вас бывают какие-то вспышки гнева или что-то такое, это тоже нормально, он должен пережить и этот опыт. Но самое важное в конце должно быть какое-то примирение. Сейчас детям очень не хватает тактильности, да, то есть обнять, поцеловать. Вот это сейчас, к сожалению, да, многие приходят, когда с семьей, и ребенок даже сам сжалуются на родителей, что они его не только не понимают, он как будто оторванный, потому что очень много гаджетов, и они выигрывают. Да, сейчас против телефона очень трудно что-то предложить. Ну, тут тоже личный пример. Если вы все вместе читаете, если вы все вместе вы ходите на какие-то прогулки, вместе куда-то выехали и там плаваете, конные прогулки, то есть вот это ценности семьи, и вы это делаете вместе, естественно, ребенок, он вместе с вами все это делает. Ну, здорово, да. И его наследует, да. То есть только личным примером. Обмануть детей очень сложно, а они все тонко чувствуют, и поэтому можно иметь в виду. Я вот сейчас хочу просто зафиксировать такую... Доброе утро! Доброе утро! Здесь из центра нашей краевой столицы и студии радиостанции «Казак-ФМ» обещаем мы Андрей Мартынюк, Анастасия Здаревская и наш гость Эльвира Юрьевна Емельянчикова. Это член профессиональной психотерапевтической лиги, семейный психолог и тот человек, который... Вот мы за эфиром обсуждали, что на самом деле такие вещи простые, но важные, они иногда ничего не стоят, за исключением вашего времени. Например, мы говорили о семье, о том, что этот год, он объявлен годом семьи, да и вообще... Ну плюс, да, сейчас же заканчивается скоро лето, начнется учебный год, и дети, они могут совершать ошибки, могут черпать свой опыт, но не всегда родители отдают этому отчет, и иногда очень ярко на это реагируют. Я как раз задала вопрос, как быть, что порекомендовать, и Эльвира нам порекомендовала такую вот практику, как пропускать через себя, да, то есть любую ошибку у ребенка важно принять, прочувствовать и сказать, что у меня тоже такое было, либо даже могло быть, или рассказать свою какую-то историю, да, то есть стать с ребенком на одном таком уровне, и не только там физическом, сесть, да, напротив глаз, а именно на каком-то чувственном, и сказать, что ничего страшного, вот видишь, я же взрослый. Я разделяю с тобой. Да, у меня тоже было, но я выросла, и все хорошо стало. А еще один действенный инструмент, просто делайте все совместно, и все у вас получится. Ну, чем больше у вас совместного опыта, вот представляете, простые вечерние семейные прогулки, да, уделяете там какое-то время, 15-20 минут, но это, по-моему, такой бесплатный, но бесценный вклад в укрепление семьи. Или обсуждение какой-то книги, какого-то фильма. Судесно, да. Вера Юрьевна, подскажите еще, пожалуйста, вот мы сегодня, тема у нас называется «Я никогда не». А есть ли такая, может быть, даже практика, да, и если бы она была, но если вдруг ее нет, то чем она могла бы быть полезной? Вот такая, да, анализ своих каких-то желаний, достижений. Нужно ли человеку задавать эти вопросы, периодически поднимать? Кстати, есть такая практика «Я никогда не». Некоторые психологи рекомендуют написать прямо список выражений «Я никогда не» и дальше что за этим следует. И самое удивительное, что там список может быть достаточно длинный. Я, допустим, никогда не прыгну с парашюта, я никогда не буду никого обманывать, я никогда не полечу за границу, или я никогда не оставлю там котенка на улице и так далее. И когда мы начинаем анализировать этот список, у меня была такая практика, и есть в этом списке что-то, что на самом деле человек бы все-таки сделал, да, если можно. С удовольствием. Попробовать что-то такое новенькое, да. И мы предлагаем, а что из этого списка вы бы сделали, если было можно это сделать, да. И там тоже есть некий ключ к разгадке. Ну, еще есть такая игра, есть такая игра «Я никогда не», ну, она вот такая легкая, можно поиграть в свои компании, ну, допустим, собирается группа людей, и вы пишете, или говорите, «Я никогда не ел ананасы», да. И люди говорят, «Ого, мы-то ели». И все, кто ели ананасы, должны фант вот этому человеку, который не ел. То есть задача набрать, как больше вот этих фантов, и выиграть. То есть нужно удивить такой какой-то информацией, которую вы никогда не делали, а все остальные делали. То есть я оригинальный в том, что я этого не делал, да. Интересно, интересно. Да, есть такая игра. Это полезно для того, чтобы и проанализировать, да, наверное, свои желания истинные выявить, да, как раз просмотреть свои достижения. То есть такая как практика анализа, да, внутреннего. Да, да, да. Вот мы сейчас с вами говорили как со специалистом, а если как с живым человеком? А что вы никогда не? Что я никогда не, да. Да, вот давайте с вами сейчас поиграем. Ну, тут даже не поиграем, а на самом деле я никогда не писала книги. Представляете, в этом году я отдала печать свою книгу. Я никогда не писала, не писатель. И я поняла, что я уже не могу не писать. Я написала книгу, да, она скорее такая автобиографическая и несколько терапевтическая. Там будет несколько практик таких интересных. И все-таки иногда человек достигает какого-то, наверное, опыта или возраста. Вот хочется поделиться и помочь. Да, вот когда ты не можешь молчать, я не могу не сказать об этом. Она писала книгу, конечно, у меня были какие-то сомнения на этот счет, что там другие скажут. И когда я об этом стала говорить, тоже сначала стеснялась, и многие говорят, ох ты, круто, я уже готова купить эту книгу. Что там за книга? Мне приятно. Я говорю, ну вот, скоро, совсем скоро будет печать. И, знаете, мы столкнулись с тем, что название не так уж и просто придумать. И когда мы начали об этом говорить, начали подбирать название, мне пришлось отказаться от двух названий. И сейчас в результате пришли к третьему, потому что первые два запатентованы. Поэтому тут есть такое мнение, что нужно обязательно, если вы что-то придумали, начинайте делать сразу. Есть такая замечательная книга, Кови, «Семь привычек известных, успешных людей». И одно из правил гласит, делайте это сразу. Пришла мысль, начинайте и делайте. Но это не всем, конечно, бывает по плечу, но в любом случае у вас будет сожаление, что вы это не сделали, и у вас может быть сожаление, что вы это сделали. Но, по крайней мере, перед самим собой, перед самой собой вы будете честны. Я это попробовала и сделала. Поэтому успешные люди, они то, что пришла мысль, они сразу начинают воплощать. И в этом их отличие от нас, от обычных людей. Мы продолжаем беседовать, продолжаем задавать волнующие, интересующие нас вопросы, наши гости. Поэтому оставайтесь с нами в нашей видеотрансляции, если вы не хотите ничего пропустить. И услышимся с вами буквально через пару минут, через коротенькую рекламу. Оставайтесь с нами. А вот мы говорили сегодня про тревожность, есть какие-то страхи, почему человек новый не начинает. А есть же такой синдром самозванца, когда человек может, у него всё на это есть. И причём может это сделать за мгновение, но вот это вот недостаточно. Я недостаточно. Да, я недостаточно хорош для этого. На самом деле такое есть. Есть обратный даже эффект. Люди, такое самомнение, достаточно высокое, они делают, и все вокруг понимают, что вот он-то лучше бы и помолчал. У каждого из нас в окружении есть и такие, и такие люди. А есть у человека много знаний, получил там тысячу дипломов, и он боится просто даже открыть рот и говорить, я буду там скромный, я там посижу, отмолчусь и так далее. Тогда вопрос, кто тебе тогда узнает? Как люди узнают о том, что ты предлагаешь какую-то услугу? Вот, кстати, это очень такой важный вопрос в современное время, потому что сейчас ты можешь продвигаться только когда ты о себе революция заявляешься. Причём не просто там рассказал один раз, каждый день кричишь о себе. И тогда только ты можешь пробиться среди тех людей, которые не обладают там опытом, компетенцией. Здесь очень такую тему. Так что делать? Что делать? Сначала я ещё раз повторюсь, нужно узнать, кто это вам говорил. То есть это звучит как фраза. Знаете, это кто-то сказал когда-то. То есть этот внутренний критик, он когда-то был внешним. И вот с этим внешним, этот человек может быть жив, это может быть ваша, опять же повторюсь, мама, папа, директор, бывшая девушка, бывший парень. А ты вообще какой-нибудь, да, сказал, да. А ты ещё запомнил. Одноклассница, тебя это настолько впечатлило, если на тот момент мы поймали какую-то ещё эмоцию, плюс страх, всё. То есть это, как знаете, такая плотная нейронная связь, которая укрепилась, и мы постоянно подтверждаем, ещё сильнее укрепляем. И наша задача, теперь эту как-то связь разъединить, ту разрезать, а новую сделать, да? Да, 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 новую сделать. Вот сложно новую. Разрезать-то можно, но так как у нас в русском языке есть такая поговорка «святое место пустое не бывает», на это обязательно приклеится ещё какой-то страх, какая-то фобия, потом с ней ещё работать. То есть нужно тогда довериться какому-то человеку, какому-то профессионалу, вот пускай это будет народный телефон, пускай это там на Казак-ФМ вам кто-то скажет «Вот обратитесь к этому специалисту, она поможет, или он поможет». То есть нужно найти эксперта, которому вот вы сто процентов доверяете и идти с ним. То есть самому это сделать очень сложно, потому что наша психика, она так устроена там, знаете, я бы сказала, пуля непробиваемая, потому что вот она что-то решила для себя так безопасно и сохраняет эту сохранность. Чтобы что-то поменять, это нужно такое усилие. Ну, некоторые говорят, вырабатывайте привычку 21 день, допустим, не кушать сахар, да, всё равно кто-то... Придёшь на день рождения, ну-ка, кусочек тортика, тебя будут искушать постоянно. Да, жизнь, да, она очень искусительная. Будет постоянно нам что-то такое вот, знаете, а вот ты вот сдерживаешься, а вот тебе, пожалуйста, а вот тебе, да, ага, всё. Испытания со всех сторон. Испытания со всех сторон, это сложно. Поэтому нужно взять себя в железные руки, а если не получается, кому-то передать себя, психолог, ведите меня. Есть даже такие клиенты, которые говорят, «Эльвира, вы мне там с утра пишите, ну-ка, что ты там позавтракала? Ты сегодня приседала? Как твои упражнения?» Ай-яй-яй, да, то есть это... Тогда не хватает позиции отца, для меня это сложная роль, но мне приходится, ну, проверять, как будто домашнее задание, как будто оно не проверено. А кому-то, наоборот, нужна поддержка. О, какой ты молодец, ты уже продвинулся, ты уже вот так разговариваешь, такие интересные слова применяешь. Вот видно, что сценическая речь и актерское мастерство тебе пошло на пользу. Молодец! Это туда из роли матери. Мы всегда для своих клиентов, психологи, становимся либо в позицию роли мамы, либо в позицию отца. То есть кому-то нужно нежно и ласково подбадривать, а кому-то жёстко. Если не так, то... Кого-то быстро направить из точки А в точку Б. И это тоже очень хорошо работает. Так, а вот по поводу социальных сетей, да, то, которые... Вот сейчас там современные гаджеты, вот эти технологии, они же по-другому формируют нашу психику. Помогают ли они нам вот такие успешные опыты? Вот чем нам помогут современные технологии перейти из разряда «я никогда не»? Вот чтобы мы так вот этот инструмент проговорили, использовали. Это прекрасный инструмент, чтобы выйти из зоны комфорта либо дискомфорта, просто начинать туда проявляться. Понимая, что будут хейтеры, будет кто-то писать, будут завистники писать, но это надо пережить. То есть иногда просто маленькие короткие видео, селфи, какие-то записи, релсы, они на самом деле вот выводят нас из этого зоны страха. И я рекомендую по чуть-чуть в своем темпе, сначала там раз в неделю, потом два раза в неделю, и не ждать результата, просто делать. Самое интересное, что я заметила, если, допустим, охваты падают или, допустим, меньше клиентов становится, то всегда работает правило. Если сейчас у тебя нет клиентов, которые оплачивают твою работу, начинай вещать бесплатно. То есть что-то приятное, что-то нужное транслировать в этот мир, обязательно кому-то откликнется. И тогда уже идут заказы. Удивительно, классно работает. Кто не верит, попробуйте. Поэтому кто никогда не использовал в своей жизни социальные сети, берите так, чтобы они работали вам на благо. Ну да, и все равно, как и в любом вопросе, нужна система. Система и такая, ну, как сказать, надолгую перспективу. Это как в зале. Ты же приходишь, когда один раз в зал сходил и думаешь, ну все, все, пресс есть, кубики есть, можно больше не ходить. А нет, не работает так. Вот я хочу сказать, который раз убеждаюсь, что темы меняются, психологические, физические, сельскохозяйственные темы, и вот этот принцип системности у каждого специалиста есть. Никуда без него получается. Ты даже огурец не вырастишь, как мы выяснили, гигант. Без системности. У меня так и есть. Доброе утро. Третий час программы «Алло, Село» на волнах Казак ФМ. Это время, когда к нам приходят гости. И сегодня у нас Эльвира Юрьевна Емельянчикова, семейный психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги, человек, с которым мы общаемся по поводу «Я никогда не…» и тот человек, который вот только что нам ещё раз золотыми буквами в орденах записать это правило. Ребята, нужна системность. Системность во всём. Делайте в своём темпе то, что вам советуют специалисты, либо то, что вы внутренне считаете, то, что вам помогает. Юрь Юрьевна, подскажите, пожалуйста, за годы вашей практики есть ли, были ли такие случаи, ну, какие-то, не знаю, примеры, да, успешных случаев, когда человек боялся, не хотел что-то, не мог, вот всё откладывал, я никогда не, но сделал, получилось, и вот он вас благодарил. И новый человек появился, да. И новый человек родился. Спасибо, очень хороший вопрос. Да, таких случаев очень много. Я даже несколько писала в своей новой книге, и хочу вот рассказать про случай, когда девушка приходила, и она прямо рыдала, плакала, говорила, ну, что вот мне делать, я не знаю себе применения, чем мне заниматься, вот вышла замуж, сижу дома, не получается устроиться на работу, вот мое образование, то есть никуда не пошло, не послужило мне, да, и я ищу себя, да, дальше что мне делать. И тогда мы тоже вот с ней разбирали, что она боится, чего она никогда не будет делать. Она говорит, я никогда не стану предпринимателем, нет-нет-нет, это не моё. И мы тогда исходим из хобби, из того, что уже хорошо получалось когда-то. Ну, я задаю вопрос, а что вы вообще любите делать, что вы раньше делали? Он говорит, ну как, что я шью игрушки, я шью игрушки, вот это мое хобби. И тогда вопрос, а хотите это монетизировать? А что, так можно? Конечно. Тогда, вот как вы говорите, социальные сети вам в помощь. Соответственно, можно сделать такой продающий аккаунт или в других каких-то площадках можно продавать, и она сделала это. То есть, когда появились продажи, мы вернулись к вот этой формулировке, я никогда не стану предпринимателем, и теперь кем вы стали? Предпринимателем. Да, хоть в каком-то таком минимальном объёме, но всегда у нас есть что-то, что нас внутри стимулирует. И если мы это делаем красиво, если мы туда вкладываем душу, если нам самим это нравится, то всегда, я вас уверяю, найдутся те, кто захочет это приобрести, потому что там есть ваша энергия, ваш положительный какой-то взгляд, ваш особый взгляд, и это хочется приобрести. Вот ещё иногда бывает так, ну, мы часто сравниваем себя, и это в целом, когда это с пользой, сравнение такое для роста, это одно дело. А многие считают свой какой-то талант, что, ой, ну, а кого этим удивить? Да? Вот именно как раз-таки то, что легко получается. И нам кажется, что если у нас это получается легко, то как я буду это монетизировать, как я буду это продавать? Подумаешь, я играю на баяне, всё что угодно. Да, вот игрушки делаю, вяжу сумки, не знаю, картины пишу, ну, я же это раздел быстро, ну, как я там, ну, за 100 рублей продам. То есть они обесценивают свой талант, свои труды, а другому человеку это вообще может быть недостижимо. Да, это чудо со стороны может иногда казаться. Как? Это своими руками сделал, своим, да. Ну да, только поменять к этому отношению, посмотреть на это как на уникальный продукт, то есть посмотреть, что я такая одна, такой второй копии нет, или я такой один. И то, что я сказал, ну, не важно, что другие говорят, что-то подобное, но именно так, как вы это скажете, так, как вы это преподнесете, уже нет ни одного второго человека во всем мире, кто скажет именно так. И в этом ваша уникальность. Поверите в свою уникальность, что вы представляете некое уникальное торговое предложение, которое очень сложно повторить. Я про полезности, и очень часто нам пишут слушатели, и когда ты с ними начинаешь общаться, они говорят, да что вы, что вы, я там не в том положении, я там не в том возрасте, я не, ну, и там много, но, 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 но. Вот здесь хочется смотивировать вас, наши дорогие слушатели, с помощью советов нашего гостя, как все-таки, может быть, один, два таких практических совета, ну, вот как человеку пойти дальше? Потому что мне действительно иногда обидно, ты с человеком общаешься, а он как будто на себе там крест ставит, да? Да что вы, я же туда не поеду, не полечу, не увижусь, не встречу, не открою, не посажу. Ну, то есть огромное количество ног. Как убрать из своей жизни ног и сказать, вне зависимости от возраста, что все получится? Ну, сейчас я пойду таким, знаете, хитрым путем. Неожиданным, может быть, для многих, и тут нужно посмотреть на скрытую выгоду вашего бездействия. И мы тогда в эту сторону идем. Да, не соответствуйте по возрасту, не хватает дипломов, ну и правильно. А ведь на самом деле там есть какая-то, знаете, вот там же классное что-то есть. Вот вы не делаете, и тогда что? Если вы это не делаете, и тогда какую пользу вы получаете? Ой, ну тогда я там не расстраиваюсь, не трачу время, я сижу там, медитирую, читаю книги. Как здорово! Возможно, есть предположение, что у вас не было во всей вашей жизни времени, чтобы почитать книги. Сидите и читайте. Зачем вам туда? Придется встать. Ну, со сложностью. Как же это? Что за психолог? Ну-ка, я сейчас пойду и докажу. Это тоже работа. Некая провокация. Ну зачем вам это? Вот сидите и бездействуйте. Это не для вас. Так, у меня есть уже пару человек, на которых я это попробую. Да, вы же говорите теперь точно так же, как моя мама. Очень хорошо, что у нас получился некий контрперенос, да, в психологии это называется. Вот вы познакомились. Да, 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 нет, а вы докажите это, что это не так, а я пойду и докажу. И ведь такая мотивация тоже работает. Классная техника. Да, у всех же у нас, мы же многогранные и вот такой, да, как бриллиант. И у каждого огромное количество подходов. С одним одно с работой, с другим другое, с третьим третье. И вот как раз таки опыт, это возможность как-то так перед собой видеть эти возможные границы. Ты слушаешь человека и такой, о, вот это сюда, вот это этому подходит, вот это этому подходит. Но опять же, у нас есть некая направленность у каждого из нас. Допустим, кому-то подходит когнитивно-поведенческая терапия. То есть мысль, действие, да, вот такой анализ, в основном мужчинам подходит. То есть что я сделал не так, в следующий раз я буду делать так, как надо. Кто-то верит в гороскопы, в астрологии, тогда нужно какое-то магическое мышление, и там эмоционально-образная терапия. Представьте этот предмет, видеть чего он пришел. О, я уже представила работы. Мы все разные, поэтому разные подходы. Кому-то нужен волшебный подход, а кому-то нужно четко сколько вешать в граммах. А психология такая наука, ее потрогать и взвесить никак нельзя. Здесь только через чувства, через эмпатию, через сострадание и через понимание. Эльвира Юрьевна, вот остается буквально одна минута эфира. Давайте попробуем вдохновить наших слушателей на что-то новое. Как бы это звучало, да? Да, порекомендовать что-то новое. Многие же сейчас нас сидят и слушают, да, и начинают задумываться о том, что я никогда не надо, не надо, а все-таки если надо. Тогда можно такую практику порекомендовать, подойти к зеркалу и сказать, я люблю и принимаю себя. Все, что я делаю, я делаю с любовью. Я действую в своем темпе, в согласии со своими намерениями и желаниями. Я люблю и доверяю себе. Я считаю, что все, что я делаю, уникально. И я даю право самому себе путем проб и ошибок идти вперед, расти и развиваться. Да пребудет со мной любовь. Огромное-огромное вам спасибо. Правда, вот это тоже те слова, которые нужно огромными буквами напечатать на всех стенах. Я верю в себя. Да, да, я верю в себя и да пребудет с вами любовь. Вера, надежда, любовь, как говорится, они всегда нас выручают. И в любом деле, если вы будете к ним обращаться, то все будет получаться. И ваше никогда не пускай станет «я всегда за». Пробуйте, черпайте новый опыт, новые чувства, эмоции, потому что именно это же, ну вот эту жизнь в нас, да, как-то вдохновляет. и хочется вот еще дальше-дальше окрыленно так лететь. Спасибо всем огромное, кто сегодня был с нами. Да, мы с любовью завершаем этот эфир. Андрей Мартынюк, Анастасия Здаревская, наш потрясающий гость, который к нам пришел и много рассказал, Эльвира Юрьевна, вам тоже огромное-огромное спасибо. Услышимся завтра. Да, прощаемся ненадолго, буквально до завтра. Пока-пока. Спасибо большое, я в вас верю. Спасибо вам за креатив. Испытала, что она удовольствия. Я традиционно туда бегу. Так, как тогда? Так, как тогда? Так, вот это. Подвижись, да? Каждый резидент. Ага. Сейчас тут сидим, там встанем. Так, дочка шел. Дочка шел, да, вот так. Звездочка 17-00. Застройщик ОС-3, Юсик Убань. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ФЗ-214, город Краснодар.